Привет всем моим красивым, удивительным и самым легендарным котикам на свете! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я собираюсь найти всю бесплатную одежду в Токобоком. Если вам понравится первая часть, обязательно поддержите меня лайком, тогда я сниму продолжение, где мы с вами поищем уже остальную платную одежду. Коробки нам сегодня не понадобятся, я буду всё носить на своих руках крепких. Давайте уже покидать домик и отправляться в первое местечко за одеждой. Я буду собирать только взрослую одежду, потому что детскую уже собирала. Кто не видел этот ролик, можете перейти в описании. Первое место, которое мы посетим Тейлор. Здесь и нашьют одежду, продают. Здравствуйте, мне нужна вся эта одежда. Я занимаюсь сегодня всемирной стиркой взрослой одежды. Помните, я вам постирала и всё вернула в детскую? Вот, так сегодня нужна взрослая. А, да я знаю, вы честная девушка, можете забирать. Друзья, первое, что мы делаем, это забираем всю одежду с вешалок. Посмотрите, как здесь очень много одежды. Платья, костюмы. Не забудьте также одежду на манекене. Аксессуары я не буду брать, я буду брать только одежду. Первая кучка готова. Вторую кучку составляем с полочки. На полочках тоже полно одежды. В основном это костюмчики обычные, повседневные. И пижамки. И, кстати, они самые такие прикольные, самые простые. И мне нравится этот стиль. Двигаемся влево. Вот на этой полочке лежит детская одежда. Привет, Леон, как у тебя дела? Всё ещё смотришь себе одежду? Да, Ань, привет, никак не могу выбрать, определиться. Ну, сложно, короче, сложно. Это тебе сложно, это нам, девушкам, очень сложно выбирать одежду. Там, где переодеваются, примеряют наряды, мы достаём два вот таких вот костюмчика. На манекене забираем купальник и ещё один повседневный комплект. Двигаемся влево. Здесь у нас занимается шитьём. Мы также с манекена собираем платье. В самом-самом углу есть костюмчики. Кстати, нам тогда открывается вот такой вот милый крампи. Пользуйтесь этим лайфхаком, я его уже вам рассказывала, но может быть кто-то не видел. Здравствуйте, мне нужна ваша одежда. Пожалуйста, остановитесь, остановитесь. Да, остановилась, не остановился я. Собираем эту одежду и кладём себе в кучку. Кстати, друзья, вы можете также менять персонажам одежду. Например, заставить Леона переодеться. Леончик, мне нужна твоя одежда. Ань, а я-то что, голой буду? Нет, я подготовилась. И мы будем менять всем персонажам одежду вот на такую медицинскую. У нас папа Ульяши сегодня будет помогать нам собирать эту одежду. Поменяем одежду продавцу. У неё очень красивое платье, согласитесь, красивое. Можете использовать на какие-нибудь праздники. В театр пойти. И у работника. Леон, удачи тебе во всём. В общем, с наступающим Новым Годом. Покидаем это место и направляемся в следующие локации. Посетим с вами театр. В театре полно бесплатной одежды. Уж где-где, а одежды здесь дофига. Давайте эту кучку отдадим маме, богатых девочек. Достанем персонажа и посетим театр. Здравствуйте. Здравствуйте, вам что-нибудь нужно? Да, ваши одежды. А зачем вам моя одежда? Понимаете, я уже занималась семерной стиркой детской одеждой. Так сегодня занимаюсь семерной стиркой взрослой одежды. Ну хорошо. А что делать-то надо? Мы меняем этому персонажу одежду. И берём её вот сюда. Только пока что мы её взять не сможем. Мы лишь переоденем своего персонажа. Давайте тогда переместимся влево. К нам встречается вторая девочка. В которой мы также меняем одежду. И теперь можем взять эту кучку. Здесь стоит ещё один мужчинка. Мы ему тоже можем поменять одежду и похитить. Но самая основная часть с одеждой, это, конечно же, вот эта вот полка. Точнее, две полки с одеждой. С разными костюмами. Костюмы ниндзя, врачей, оборотней. Дракон я вижу. Воришка, рицари. Мумии всякие. Складываем эту одежду. Ну, посмотрите, как её много. Вроде бы всё. Вроде бы не забыли ничего. Давайте на всякий случай переставим эти маски. Направляемся в следующее место. Давайте зайдём в гости к Рите. Давайте с ней поболтаем. Она у нас опять говорит. Рита, ты чего сидишь? Рита, ты опять сидишь? Играешь в видеоигры? Да сколько можно? Женщина, первое декабря. Скоро Новый год. Надо готовиться. Украшать помещение. Аня, отстань. У меня новогоднего настроения. Пока что нет. Я хочу поиграть в видеоигры. Чего тебе? Мне нужна вся твоя одежда. Предоставь её. Просто одежда нужна? Для чего? Ну я собираюсь заняться стиркой. Хорошо, я пошутила. На самом деле я собираюсь снова видос. Прикольный замутит. Ты же знаешь, я снимаю на ютубчик. Откуда-то вылезла какашка, жёлтая Рита. Рита. Ань, хорошо, бери одежду из моего шкафчика и уходи. Я не буду ничего говорить и сделаю вид, что тебя здесь нет. И здесь у неё на полочке есть пижамка. Есть такой костюмчик. И ещё повседневная одежда. Рит, ну это ещё не всё. А что ещё надо? Мне нужна и твоя одежда. И ваша одежда тоже нужна. А мне-то зачем? Так всего одежда собираю. Помогите мне, друзья. А мы чё, голые будем тут сидеть играть в видеоигры? Нет, я ж подготовилась. Вот. Прекрасные новые платья у вас. Яблочко тут закушу. Берём эту одежду. Слева вроде бы ничего нет. Спасибо, Рит, большое за содействие. Это руку... Рука на самом деле просто прибинтована. Ну, не волнуйтесь, всё нормально. Покидаем, короче, дом. Риты. Давайте с вами сходим вот на эту котосвалку. Гараж. Там, где проводят большую часть времени Нари. Нари, приветик. Как у тебя дела? Как настроение? Привет, Ань. Чем сегодня занимаешься? Мне уже страшно. Настроение отличное. Ну, ты прям начала с самого главного. Мне нужна вся одежда. Поможешь мне в этом? Конечно, тут полно классной одежды. Но мне нужна ещё и твоя одежда. А моя одежда? Я как буду уходить? Вот, сейчас я тебе дам новую одежду. Прекрасный костюм, Нари. Тебе очень идёт. Ты ж потом вернёшь мою. Ну, само собой, мы всё вернём. Вроде бы здесь нет одежды. А вот здесь чудик стоит. Давайте его тоже переоденем. Отлично. Забираем его одежду. Я надеюсь, ничего здесь не пропустила. Берём эту одежду и двигаемся левее. Открываем следующее место. Тут уже много одежды. И мы можем её заметить. Давайте её будем складывать в кучку. Классные костюмы, платья и пижамы. Кстати, выпуск с пижамами у меня есть на канале. Переходите в описании. Зимняя одежда. Зимняя одежда. Или осенняя. Ну, скорее всего, уже зимняя. Здесь прям перчатки идут основательно. Вот такую одежду мы можем взять в этом месте. Ещё есть такая детская. Но детскую мы сегодня не собираем, только взрослую. Но это ещё не вся одежда. В самом конце есть секретное место. И не только секретное. Здесь также есть одежда для рабочих. Для врачей, пожарных, телевидение. Нажимаем на плакат с ленивцем. И нам открывается вот такой костюм интересненький. Друзья, посмотрите. Мы можем его тоже забрать. Идёт ещё маска с ленивцем. Но маска нам не понадобится. Берём только костюмы. Буду проверять все коробки. Второй костюмчик. А здесь что-нибудь есть? Да, третий костюмчик. Теперь мы точно всё взяли. А посмотрите, мне вот этот нравится. Интересный костюм. Берём всю одежду и покидаем локацию. Следующее место, которое мы посетим, это зона фудкорта. Вы скажете, Аня, а где здесь одежда? Здесь же в основном все кушают. Так, друзья, здесь же кушают люди, у которых уже есть одежда. Здравствуйте, мне нужна вся одежда в Току-Бока. Пожалуйста, предоставьте её для самого важного и легендарного события в истории Току-Бока. Мы что, станем легендами? Само собой. Снимайте с меня одежду, только дайте ей что-нибудь взамен. Переодеваем наших персонажей. С голой попой не останутся. Заселяем врачей. У нас тут сегодня все врачи. Переодеваем этого мужчинку. У него, кстати, очень прикольная одежда с перчиками. Мне она тоже нравится. Двигаемся дальше. Мне нужна вся одежда. Предоставьте её, пожалуйста. Я занимаюсь самым великим вообще делом на цвете Току-Бока. Да и что ж за дело? Собираю одежду. А для чего тебе одежда-то? Во-первых, я хочу её пристернуть. А во-вторых, вы сейчас в кадре. Я снимаю ролик на YouTube, как собираю всю одежду в Току-Бока. Привет, мам! Я в телеке! Короче, друзья, давайте переоденем наших персонажей. И заберём их одежду. Двигаемся вправо. И в этом местечке я уже хочу перекусить, потому что проголодала. Здравствуйте, можно, пожалуйста, кусочек пиццы? Вот у вас написано 5 минут и пицца бесплатная. Я заметила, на витрине есть много бесплатной пиццы. Тебя не проведёшь, но забирай. Берём, друзья, кусочки бесплатной пиццы. Это та, которую не успели купить. И она достаётся совершенно бесплатным. Fish and chips. Здесь у нас стоит мужчинка, на нём вроде бы нет одежды. Мужчины, извините, а почему на вас нет одежды? Да есть она, вы просто не видите. Я мохнатый. Но это не даёт вам право ходить без одежды? На нём галстук есть. Здесь у нас за столиком сидит Катенька. И сидит также её подружка, что ли. Или какая-то женщина, которая, я не знаю, усиделка Кати. Потому что Катя живёт с бабушкой. Мы переодеваем эту женщину и забираем её одежду. Только не себе, только не себе. Ну что ж такое-то? Я ж хочу сложить. В магазине со сладостями у нас есть бабуля и три персонажа в очереди. Готовьтесь. Сейчас я вам поменяю одежду. Мы меняем одежду. На больничную. И собираем себе. Двигаемся вправо. И последнее место. С вот такой вот одеждой. Она тоже красивая. Кстати, у девочки ещё милый бантик. Спасибо. Вам спасибо, что принимаете участие в мировом событии Тока Блока. Мы взяли всю одежду. Главное не потерять по дороге. Ребят, кстати, в стартовом домике, вот в этом стартовом домике, чуть не скрылся от нас мужчинка, которого мы тоже можем переодеть. А почему я не могу попасть в эту локацию? Кстати, я нажимаю на неё, у меня не заходится. От меня закрылись? Эй, давайте тогда зайдём в редактор персонажа. От меня так просто не спрятаться. Достаем своего персонажа. Здравствуйте, мне нужна одежда в Тока Блока. Я собираюсь простернуть её и составить рейтинг всей одежды бесплатной. Ой, ладно, забирайте, только дайте мне что-нибудь взамен. Так уже не достается. Друзья, забираем его одежду. Ставим наши пирамидки. Давайте зайдём сейчас в медицинскую часть, чтобы взять одежду. Вроде должно хватить на три локации. Покидаем больницу и возвращаемся на первую карту. Посещаем магазинчик. С продуктами, с игрушками. И первое, что мы можем забрать, это одежду вот с этого продавца. Также есть ребёночек, но детскую одежду мы уже собирали. Так, там у нас стоит Зик. Я бегу к тебе, Зик. Зик. Приветик, мне нужна твоя одежда. Я занимаюсь стиркой. Тока Блока. А мне-то есть что-нибудь переодеться-то? Конечно, я ж подготовилась. И вот вам тоже сменим одежду. Ка-ка. Котики, ну подвиньтесь. Что ж вы одежду-то здесь заволосили? Берём одежду и двигаемся дальше. Девушка, здравствуйте. Вы ж хотите стать популярной, известной и войти в историю Тока Блока? Что правда? Как мне это сделать так? Нужно, чтобы вы предоставили свою одежду и поучаствовали во всемирной акции. Берите. Что, ну надо же вам поменять тогда? Брать одежду просто я не буду. Вы же останетесь ни с чем. Нельзя простудиться-то. Вы же приличные все. И вот меняем одежду продавцу. Я так устала, что хочу перекусить. Сниму денежку, которая мне на голову упала. Здравствуйте, я возьму шоколадное молоко и хлопья. С чего, друзья? Я взяла хлопья, запив шоколадным молоком. Прям здесь у кассы покушали. Где мусорка? Где мусорка? Вот, выкидываем шоколадное молоко, мы его допили. Берем свою одежду. Берем корзиночку. Женщина, не трогайте корзинку. И покидаем магазинчик. Направляемся в следующее место. Оно находится в салоне. Здравствуйте, всемирная стирка Тока Бока. Складываем свою одежду и забираем новую. Берем одежду с работником. Берем одежду с человека, который ждет своей очереди в салоне. Тут у нас в шкафчике есть одежда. И вот такие вот полотенца, которые мы тоже можем на себя надеть. Можете примерять образ стилиста, кстати. И естественно, переодеваем персонажей. Похищаем их одежду, передаем новую. На этой локации мы взяли всю одежду, покидаем место. Нам осталось зайти в последнее. Это, конечно же, почта. Первую одежду, которую мы достанем, она находится в шкафчике. Одежда почтальона. Второй комплект в коробочке. Это все доставалось нам в бесплатных подарках. А туалет, это как, костюм идет? Получается, да. Интересно, знаете, интересно. Пустой чемодан. Следующий костюм забираем. И ставим снова вниз. Вещи Зика. В чемодане есть детский костюм. Спасибо большое, что сказали мне в комментариях. Но сегодня он нам уже не нужен. Маска, носочек. Вот такой зимний костюмчик Зика. Здесь у нас есть платье. Маска, костюмчик. Еще две маски и два костюма. Один взрослый, второй детский. Но детский нам не понадобится. Его я брать не буду. Вот он, паучок. Мы возьмем вот этот костюмчик. Достаем пижамку. Достаем вот такой купальник. Не забудьте, что в ракушке есть хвосты. Хочу поблагодарить тем, кто сказал, что здесь есть тоже детская одежда в этой ракушке. С полочки берем. Вот такие вот классные повседневные комплекты. И не забываем опустошать коробки. Главное ничего не загородить. Главное быть внимательным. Приставим почту вниз и продолжаем опустошать коробочки. Потому что одежда любит прятаться. Ой, какой интересный костюм. Ну от нас так просто не спрятаться. Чуть не пропустила плавки. Далее в коробке есть маска зайчика. И есть костюмчик зайчика. Вот такой халатик. Маска. Но маску нам не нужно брать. За шариками ничего нет. В этой тоже нет. Но зато в коробке есть костюм. Берем пижамку с бананами. И уже дошли до нового года. Точнее до 2019 года. Здесь есть тоже пижамка. В коробке костюм. Также в коробке есть детский костюмчик. Обратите внимание. Я уже вам показывала его. Костюм печеньки. Да по-любому я где-то что-то пропущу. Вот шоколадку зато не пропущу. А это что у нас тут за подарочек? Конфетка и шоколадка. Ням-ням. Вот в этой коробке есть огромная подарочная голова. И конечно же костюмчик к ней прилагается. А в этих коробках есть что-нибудь? Да, есть вот такой праздничный костюм ведущего. Вот такой вот костюмчик кладем себе в кучку. И вроде бы, друзья, ничего не забыли. А, ну как ничего. Прямо на поверхности лежит купальник. Его бы я точно не пропустила. Нет, я пропустила костюм леденца. А, ну вот смотрите. Не зря, не зря начала все пролистывать. Пожелайте мне удачи. Ну что, мы можем выдохнуть. Наконец-то я разместила всю бесплатную одежду в Токо Боко. Друзья, посмотрите, как ее много. Ее очень много. Оказывается, есть классная бесплатная одежда. Не обязательно покупать платную версию. Но в платной версии еще больше одежды. И если вы хотите новый выпуск, обязательно поставьте лайк. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю всего самого светлого. С первым декабря вас с наступающими праздниками. Пока-пока.